Всем привет! С вами Вера и вы на канале про кето-питание. В этом выпуске давайте обсудим такую тему. Очень часто новички замечают, что у них повысился уровень холестерина. Наводят панику, считают, что это плохо, опасно и так далее. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Что такое холестерин? Это такой липофильный полициклический спирт. Этот полициклический спирт содержится практически во всех животных клетках, как у животных, так и у человека. И составляет примерно 25% от состава клеточной мембраны. Холестерин отвечает за текучесть мембраны и за ее прочность. То есть холестерин нам жизненно необходим для того, чтобы наши клетки были прочными и при этом эластичными. Мозг человека почти на 70% состоит из холестерина. Если организм вырабатывает недостаточно холестерина, или мы с едой получаем недостаточно холестерина, то это сказывается на развитии мозга. Холестерин нужен для того, чтобы вырабатывать желчные кислоты. Если мы потребляем недостаточно холестерина, или печень не справляется с выработкой эндогенного холестерина, то состав желчных кислот нарушается, они могут выпадать в осадок, образовывать камни. Самой печени также необходим холестерин для построения клеток печени, то есть для ремонта и создания новых клеток. А печень – это, в общем-то, фабрика организма, которая производит 200 различных операций ежедневно. И поэтому печень нужно беречь и кормить ее хорошей едой. Все стероидные гормоны, такие как тестостерон, эстроген, прогестерон и прочее, строятся на основе холестерина. Если в организме нет холестерина, то нет и половых гормонов, нет и стероидных гормонов. Для работы нервных клеток также нужен холестерин. Для выработки витамина D кожи также требуется холестерин. Соответственно, если мы недополучаем с едой холестерина, либо его вырабатывается недостаточно эндогенно, возникают затруднения в производстве витамина D. Уровень холестерина в крови никогда не бывает постоянным. Он все время колеблется, то вверх, то вниз. То есть даже если вы будете сдавать анализы на холестерин еженедельно, у вас не будет ровной картины, что у вас три глицеридов вот столько, липопротеидов высокой плотности вот столько, а общий уровень холестерина вот такой. То есть он все время меняется, и уровень его зависит и от еды. То есть когда мы употребляем продукты, содержащие большое количество холестерина, естественно, это оказывает влияние на общий уровень холестерина в крови. На такой показатель, как липопротеиды низкой и очень низкой плотности могут влиять, может влиять состояние здоровья. Например, человек ушибся, липопротеиды очень низкой плотности повышаются, потому что они являются транспортным средством для различных ремонтных ферментов, белков и прочего, которые будут чинить поврежденную ткань. Если где-то возникло воспаление, если воспаление постоянное, хроническое, то липопротеиды низкой плотности будут также повышенными. Если вы перешли на кето недавно, 3-4 месяца, полгода, год, и сдаете анализ на холестерин, и вам показывает очень высокий уровень холестерина, то, во-первых, нужно смотреть на разные показатели, то есть три глицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности. Если уровень три глицеридов в норме, если уровень липопротеинов низкой плотности в норме, то беспокоиться о общем высоком уровне холестерина нет нужды. Если три глицериды не в норме, если липопротеиды низкой плотности не в норме, то это может говорить о том, что либо мы переедаем каких-то белковых продуктов, поедание большого количества мяса увеличивает содержание три глицеридов в крови. Если повышен уровень липопротеинов низкой плотности, то опять же мы можем иметь дело либо с травмой, либо с воспалением, либо еще с каким-то внутренним процессом, который мы не можем увидеть своими глазами. Если при переходе на кето у вас поднимается уровень холестерина общий, то нужно смотреть детально. Если три глицериды и липопротеиды низкой плотности находятся в пределах нормы, то беспокоиться об уровне холестерина не стоит. Доктор Эрик Вестман, который придерживается низкоуглеводного высокожирового питания уже 20 с лишним лет, говорит про то, что не стоит вообще сдавать анализ на холестерин, пока вы не достигли своих целей. Если ваша цель вернуться к нормальному весу, как у меня, допустим, это 60-65 килограммов, вот я вернулась в этот вес, тогда я уже могу отслеживать холестерин, но опять же в этом нет большого смысла. А пока вы приближаетесь только к своему целевому весу, то есть находитесь в состоянии жиросжигания и уменьшения жировых запасов, уровень холестерина может колебаться как очень высоко, так и очень низко. Доктор Вестман рекомендует не принимать близко к сердцу показания анализа на холестерин. И также хочу сказать, что на данный момент не существует научно доказанной связи между высоким уровнем холестерина и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. То есть употребление насыщенных животных жиров и животного холестерина не вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В развитии сердечно-сосудистых заболеваний в основном виноват сахар. Будьте открыты для новой информации. Всем желаю здоровья. Увидимся в следующих видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, открывайте описание к видео. Там есть много полезного для вас. Всем до новых встреч!